на ремонте вот такой пылесос джимми модель jv 63 с диагнозом не включается причем новый пришел с интернет-магазина и так и не включился где-то он уже был кто-то его разбирал по моему и сам хозяин и где-то он в ремонте ну и думаю что самая большая проблема будем его разобрать но раз его кто-то уже разбирал вот это вот передается сюда видимо здесь электродвигатель есть который крутит щетку я так подозреваю передается сюда питание вот таким образом нажимаем снимаем фильтр какой-то тут такой он разный с циклоном закручивающимся по спирали все остальное честно говоря не знаю как откручивается здесь есть некоторые винтики винтики есть вот здесь 1 2 что-то тут уже его нет винтики здесь есть винтики вот здесь есть винтики вот вот винтик есть откручиваем мы посмотрим что мы можем снять после того как сняли вот здесь два винтика вот эта крышечка просто снимается она фиксирует две половинки и вот здесь тоже просто поддеваем видимо кому-то она не не поддавалась и кто-то тут как курочил ну теперь уже мне она поддается так теперь у нас открылись вот здесь два винта и вот здесь один винт ну я вижу что еще и вот здесь не знаю какие из них нужно откручивать какие нет но вижу что они разные по длине так пробовать смогу ли я располовинить не смогу пока пробуем еще и здесь все виды разные поэтому найти сложно какой откуда уже частично я могу отстегивать отсюда пытаюсь как-то продолжить я думаю что вот раз подалась эта крышка значит наверное вот это тоже должна податься верхняя тоже подается и откупоривается и скорее всего я смогу ее снять не знаю правда насчет целостности в какой-то степени она подается значит смотрите после того как вот этот винт открутили он вот так отходит а вот эта крышечка она просто ее можно физически поддевать она поддевается и снимается значит и теперь у нас открылся здесь не все смотрю осталось целым вот здесь еще один для располовинивания остался но и все равно не разъединяется все непросто надо продолжать еще что-то откручивать ну что же когда вот здесь откручи открутили то тут вытягивается с хобота вытягиваются через вот эти два ну и по сути дела вскрываем не опасаясь в любом случае нужно вот эту верхнюю краю она на клипсах только сидит и для какой цели две половинки вот эти они вот здесь соединяются еще сейчас значит вот этот винтик на плате и под этой платой вот эти два винтика и тогда располовиниться и у нас будет доступ к плате проводам и уже будем смотреть куда мы попали вот этот винтик снимаем не хочется мне откручивать вот эти две штучки хотя может быть и откручу и тогда располнить располовиниться то есть на самом деле важно добраться потом правда это все опять скручивать очень много тела движений честно говоря очень не хочется вот сюда мы добираемся и вот и тогда я надеюсь что вот это снимется часть опа отсоединилась и теперь мы можем рассоединить две половинки тут конечно корпус сильно пострадал вот здесь не очень хорошо от разбирания корпус пострадал но я думаю что это вопрос качества изделия теперь разбираем на две половинки чтобы разобрать его вот здесь вот под этой ручкой есть вот винт и тогда половинка разъединяется все теперь мы куда-то уже добрались так ну что же я сначала разобрался а теперь уже снимаю видео для этого мне понадобилось еще вот здесь открутить доступ к аккумуляторам значит суть в чем здесь стоит 7 аккумуляторов каждый из них условно по 4 вольта написано 37 но максимальная зарядка на 42 в среднем возьмем 4х7 28 я вот беру на крайних точках померил тут 16 явно что-то не так именно поэтому не включался значит промерил я взял все аккумуляторы и по отковыривал бумажки чтобы был доступ к самим аккумуляторам и начал промерять промерять очень просто берете вольтметр и начинаете промерять вот от одного ну и смотрите чтоб там попал на металл сейчас 408 я промерил три из них показывала 4 из них показывала 3,7 вольта а а 3 0 ну 0,7 вольта то есть полностью просевшие три аккумулятора соответственно 4 осталось 4 показывала около 16 вольт а вот 3 полностью разреженных что я сделал как видите смотрите смотрите ну вот я вытащил этот блок он туда вставлялся не знаю теперь как я туда буду назад вставлять вот как там туда значит вытащил блок и взял два проводка на вот этот контакт и вот от края здесь получается плюс от этого минус потом плюс минус плюс минус и отсюда и подсоединил к блоку питания зарядил взял обыкновенный блок питания на 12 вольт это вот от какого то для модема у него контактная группа вот такая поэтому вот здесь колечко такое минус минусовая сюда плюс сюда в серединку у него 12 вольт поэтому поэтому и подбирайте по количеству здесь 4 3 аккумулятора по 4 вольта 12 вот я на 12 вольт этого и блок питания какой-то начал вот так человек все втыкаем в розетку и заряжаем после того как аккумулятор эти три аккумулятора поднялись на ночь поставил и они до 3,7 поднялись единственное что у меня так получилось что они до 3,8 зарядилась остальные 4 были изначально заряжены где-то на 3,6 разница в 0,2 вольта была я потом разрядил эти три вернул до 3,6 и потом все вместе начал уже заряжать обыкновенным стандартным зарядным устройством получается что необходимо отбалансировать то есть что такое балансировка аккумулятора это выровнять их чтобы у них приблизительно одинаковая была плюс-минус напряжение у этих 3,6 значит и и остальные нужно было зарядил до 3,8 но их потом соединил на любое сопротивление вот я нашел в себя такое мощное сопротивление вы можете чем-то другим на лампочку поставить и посадить ту часть аккумуляторов которые выше подсоединить подсоединил сюда сопротивление подождал пока она опустится до 3,6 и потом вместе все чтобы все стали 3,6 и вместе все начал уже заряжать и сейчас смотрите чем все закончилось я включаю вы увидели что здесь уже все зарядилась сначала заряжался долго все вместе с 3,6 они сейчас уже зарядились до 407 и все если включать видимо включена не включается все работает здесь две скорости я так понял я включаю несколько скоростей можно добавлять скорости и так из-за просаженных аккумуляторов они изначально с магазина просели из-за этого не срабатывал конечно автоматика потому что вместо 28 давала всего лишь 16 не работал прибор сейчас я потихонечку в обратной последовательности собираю здесь много разных скруточек винтиков постарайтесь не перепутать вот здесь я отрывал прокладки здесь их нужно обязательно назад поставить почему потому что важно чтобы не замкнула потому что аккумуляторы и даже загореться могут если замкнут поэтому будьте внимательны все на место чтобы нигде не перемыкала плюс с минусом и когда уже соберу посмотрим как это все работает работает но уже вижу что работает заряжается потому что у меня реально зарядка была на 3 и 8 36 38 я зарядил и сейчас все аккумуляторы по 407 значит все заряжаются а значит с ним все порядке подписывайтесь на канал видим что даже сложная техника ремонтируется простым способом не пришлось менять аккумуляторы просто я их зарядил автоматика не давала включаться потому что на нуле вот эта плата это как раз балансировочная плата балансировочная это значит контролируется разница напряжения нельзя чтобы большая разница между напряжением различных аккумуляторов была должна быть приблизительно одинаково у всех особенно когда речь идет о литий-ионных аккумуляторов чтобы но это важно и назад теперь ставим все и собираем увидимся на канале всего доброго что же я решил конечное видео снять по работе значит при включении сначала включается электродвигатель щетки 3 скорости значит смотрите включаю сначала щетка гудит так прилично и потом пылесос и добавляю скорости 1 2 3 1 2 3 вот тут добавление а это включение выключение все работает заряжается при включенном зарядном он не включается только зарядка сейчас я включил и зеленым показывает аккумуляторы не разрядились с того времени как я вот это немножко штрикал вот такое видео такой интересный аппарат он еще совсем новый вообще не использовался ни разу не включился ну и как всегда подписывайтесь и увидимся на канале